Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёстман и сегодня, знаете, сегодня я хотел поиграть в одну из простеньких игрушек, которые нам рекламировали, когда я снимал видео для бустера Иришки. Там такие были простенькие игрушки из Google Play. И знаете, я иногда люблю в такие поиграть, но не то, чтобы прям залипать в них, но так, использовать их как таймкиллеры, погонять часок-другой, посмотреть. Ну, не знаю, мне нравится, я залипаю иногда на простенькие игрушки, и я пошёл сейчас в Google Play с целью именно найти те игрушки, которые рекламировались, но дорожку вела куда-то не туда, и я сразу же залип на один значок среди игр. Я такой, а что это за игра? Открыл, картинки были такие наподобие... Чем-то мне напомнило Стар Дьюголи. В общем, посмотрим, что за игра. По отзывам, отзывы в основном положительные. Единственное, что пишут, что перевод на русский местами плохой, местами вообще отсутствует, но как бы в целом игровой процесс это не сильно портит. Меня даже вот эта кнопка в самом начале. Нажмите, чтобы войти в игру. Одним словом, чтобы войти в игру, это прямо божественно. Как бы это... Это прям почти как троллинг. Что там надо? А, политику. Да-да-да, я согласен со всем. Просто, ну, практически на 150%. Да, кстати, ребятки, думаю, многие обратили внимание, у нас сейчас какое-то время не было видео, не было стримов. На самом деле, эра стримов, похоже, подходит к концу, потому что я сейчас вернулся в город. У нас однушка, ну, может быть, где-то получится вечерние стримы запускать, но это уже будет явно не так часто. А вот какие-то видосики снимать мы все-таки можем. Я был рожден. И что? А, кстати, может быть, мне надо было где-то выбрать русский? Может быть, там что-то переводится, а что-то нет? Ну, короче, далеко от дома что-то там его забросило. В конце концов, я оказался здесь. В городе, где горят мириады огней. Знаете, вот как бы все игры про ферму часто сводятся к тому, что город-город, надоел, это ежедневная рутина, хотелось бы какого-нибудь свежего воздуха, и я думаю, здесь, наверное, что-то будет в этом же роде. Или нет? Или это как будто ему там приснилось? Ладно. Как видите, я не сильно вник в сюжет. Смотрите, они как бы что-то тут... Что-то переводят, что... Можем за негритенка играть. Но нет, спасибо. За негритенка, за азиаты... Окей, звать нас будут 11-1. Договорились? Можно такое имя взять? Кто? Кто посмел занять? Нет, что за 1-1-1-1-3-2-3-8-8? Нет, пускай будет ВК. Купите... Что это? Машину? Если у вас есть достаточно денег... Блин, отличный совет. Это по жизни или все-таки к игре относятся? Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Да, и еще, знаете, сегодня буду так маленько слезно делать шмык-шмык, потому что подхватил простуду. Вот, типа того. Heading to the harvest town. Ну, типа, я так понимаю, отправляемся на ферму. Эй, 11-1, вставай. О-у. Что это у тебя за тучка? Ты недовольна? Ты еще здесь? Почему ты спишь здесь? Джен, ты Джен? Джен, ты Джен. Вот это диалог. Джен, что ты здесь делаешь? Отведи сейчас корову Гэри. Время двигаться. 11-1. Молодые люди рано или поздно покинут эти места. Я говорю, мне прямо вот, я как будто Старди Уолли какой-то открыл. Я вернулся? Мое желание сбылось? Эм. Дедушка Джон, это же Harvest Town, верно? Я вернулся. Эм. Что? Вернулся? Разве ты уезжал? Ха. Нет, я не уезжал. Я остаюсь отныне и навсегда. Прикольно. Это знаешь, это как такое иссякай прямо. Только иссякай в свою собственную жизнь в молодые годы, да? Все. Я решил поменять свою жизнь. Мысль поездки в город была ошибкой. Почему мое поместье так пустынно? Здесь надо посмотреть, чья это игра. Знаете, как бы, большинство же имеют... О, а здесь уже не переведенный кусок. Я хочу сказать, что в многих странах есть проблема вот этого, да? То, что деревня уезжает в город, вымирает деревенская местность и приходит в запустение. И это становится действительно проблемой для многих стран. Что ты там бормочешь? Иди сюда. Отлично. Я всегда буду так говорить, когда там какие-то диалоги на английском. Я буду говорить, что ты там бормочешь? Итак, кажется, тут что-то проблема. You better tidy things up here first. Так, что сначала разобраться с этим, да? Его, кстати, Джон Грей зовут. Do you know how to manage your manner? Типа, знаешь, как управляться со своим хозяйством? А я такой, я не знаю, мне это знакомо. Не, давай, давай, рассказывай. Build works... Лопату можно использовать для зачистки руин и переработки предметов. Ура, у меня есть лопата. Отправляйтесь на зачистку заброшенного дома. Так, мы берем лопату и что, и щелкаем на дом? Лопата. Ну, я не знаю, поможет ли здесь сильно лопата, но давайте зачищать. Ох, нифига себе там взрыв. Как будто я не лопату использовал, а какой-то ДНТ. Что? See you off? Это что за формулировка такая? Типа, не... Дядя Стив? Ты Стив? Эм... Ну, я остаюсь. You're staying? Then why you took down your house? Are you planning to sleep on the ground? Типа, ты здесь остаешься, тогда нафига ты снес свой дом? Неужели ты собираешься спать на земле? Блин, да там и дома не было. Мы построим новый дом. Лучше прежнего, наверное, они сейчас скажут. Better build him a new one. Лучше построить новый дом. Так, дай Стиву материалы, которые ты получил от расчистки руин, чтобы он мог построить тебе новый дом. Серьезно? Я, типа, один дом снес, дам ему... Он мне шалаш, наверное, рядом выстроит. Окей. Такой, знаете, в уголку вот здесь шалашик сделает мне из этих материалов. Ты такой важный. Весьма отважный. Следуй за мной. Окей. Слушайте, я вот, я не знаю. Вы пишите в комментариях, кто в эту игру играл. Мне кажется, это будет как Стардиоли. Огромная какая-нибудь игра с огромным срезом всяких... Ну, как бы, который начинается легко, но в который контента просто давала. Farming is the foundation of running a manor. These onions... Короче, мы лук выращиваем. You planted have repined. Gather them a sap. They will be ruined by crows. Короче, надо что-то с ними делать, а то их там всякие птицы сожрут. Надо, короче, вовремя их сожрать, пока их не сожрал кто-то другой. Всякие птицы и прочая нечисть. Я так понимаю, мы теперь можем новые семена посадить. Вот. У нас есть шесть семян. Мы можем их тут же засеять. Выберите семена и зажмите. Ого! Можно зажать. Как удобно. Отлично. Remember the water every day. Короче, каждый день поливать не забывай. It takes time for crops. Какое-то время займет у семян, чтобы вырасти. О, нифига себе, мне тут хижина бунгало. Как тебе мои навыки? Ну, я надеюсь, что у вас теплый климат и здесь нету зимы. Иначе будет, наверное, прохладно. Что это за выражение у тебя на лице? Разве не невероятно построить дом за такое короткое время? Let's call it a day if you wish to build any building in your manor. Come and find me. Короче, это, знаете, это как вот тоже. В Стардию там тоже была, да? Только там строитель был, разрыв шаблона. Там была женщина-строитель, которая там все строила на ферме. А это тоже мужик, которого можно позвать, если я хочу что-то построить. Ну, тут, наверное, какую-нибудь мельницу, амбар, склад и прочее. На самом деле, Стив просто великолепен в этом. Просто у тебя почти не было материалов, наверное, скажет. Отныне ты должен полагаться только на себя. Я покажу тебе, как заработать монеты, необходимые тебе для повседневной жизни. И что? Вот здесь я буду продавать свой лук. Короче, продавать вещи вот здесь, я не знаю, это лучший путь заработать немного деньжат. Здесь можно продать все, что угодно. Очень быстро. Чтобы получить деньжат в любое время. Хорошо, на этом достаточно. И что, я там 6 луков сейчас выращу, да? И как начну зарабатывать? А потом из 6 мы посадим 12. Из 12 24. Из 24 и так я стал миллиардером. Логистический центр управления домовладельцем. Что это за коробка? Это какая-то доставка почты, да? У вас тут местная. Нажмите, чтобы открыть логистический центр. Выберите заказ, который вы можете доставить. А-а-а! Типа там я могу просто продавать, да? А здесь какие-то есть заказы, которые я могу выполнять и, наверное, получать больше денег. Доставьте заказ, чтобы выиграть монеты и строительные материалы. Ну, прикольно. Типа послать 5 луковиц, да, им надо по этому заказу. А здесь вот 8 луковиц. А здесь еще. Ну, пока что с меня требуют только лук. Но потом, по мере развития, будут заказы на абсолютно разные. Я так понимаю, овощи, фрукты и выращивать надо будет все. А-а-а! Ты можешь использовать телефон, чтобы следить за заказами в любом месте. Ура! Мне айфон последней модели подарил дедушка. I found some old tools in the chest next to the... Короче, он нашел какие-то старые инструменты в сундуке за моим домом. Так что я, наверное, могу их использовать. Ничего, что я некоторые диалоги так буду маленько скипать. Ну, маленько читать, маленько скипать. Он также рассказывает, что мне нужно собирать энергию и силу, и помогать... А, короче, ему надо набраться сил. Короче, дедушка старый, ему надо поспать, а потом он по мере сил будет мне помогать. Ох, а это что за красота такая? Тут, кстати, можно ускорить все вот эти вот видеоролики, если вдруг, мне кажется, они недостаточно. Если я не хочу глазеть на эту красотищу. Ну, давайте посмотрим, что это. Это местный город или что? Или это ферма дедушки такая красивая? И он такой, ну, когда-нибудь у тебя такая будет. Когда даже ее же до моих лет. Не забывай вовремя сохраниться, чтобы не потерять прогресс. Окей, достаньте инструмент из сундука, поставленного рядом с воротами поместья, и очистите сорняки поблизости. Так, меню. Ага, вот так мы сохраняемся. Там он рядом из задания, можно было посмотреть. Так, задание, да? Сорняки. А, нифига себе, тут еще автопробег есть. Нажмите на сундук и получите инструменты. Так, у нас есть топор, кирка и коса. А это что такое? А, сортировка, да? Понятно, спасибо. Так, а он хочет, чтобы вот это, да, я тут пособирал? Окей. Ну-ка, мужик, а ты кто такой? Привет, я новый доставщик. Рад встрече с вами. Ну, привет, и как бы иди дальше отсюда. Так, что у нас такое? Ого, ты кто такая? Кошка-девочка? Что это такое было? Эй, я не успел разглядеть, куда вы ее увели. Верните ее. Так, ну ладно, вот это задание я выполнил. Что вы мне за это дадите? А у нас новое задание, да? Восстановите новый участок земли с помощью мотыги и посейте семена чеснока. А можно я сначала здесь вот как бы сорняки дополю уже до конца? Так, я могу нажать, да, и он меня отведет где? Вот здесь, да, сажать. Окей, мы берем мотыгу, делаем землю, потом сажаем семена, потом поливаем, потом собираем. Вроде все звучит очень просто. Только мне не нравится. Это что, это мои земли? Здесь какая-то просто как проходная дорожка, знаете? Ну, типа, это не выглядит как отличное место для участка. Ну и что? Каких размеров вам нужна земля? Он, главное, сам куда-то идет. А ты не хочешь вот здесь вот как бы копнуть? Да куда ты? Вот это копни. Я даже не понимаю, как. Давай вот так и вот сюда. Блин, он как будто сам выбирает, что ему копать. Он почему-то не хочет вот это копать. Он копает где угодно, но не там, где я хочу. Ладно, давай сверху тогда. Вот это хотя бы. Окей, спасибо большое. Вы можете переключить инструменты в панели быстрого доступа. Что это такое? Это семена, да? Ну, давай, сажай. Он, причем, я так понял, может сразу, ну как он сразу сажает. Знаете, типа тут упрощенное управление. Он сам тут ходит. Чтобы вам с телефона было проще, чтобы вы там не жаловались, что вы толстыми пальцами не попадаете. Он сам маленько пройдет сколько надо. Некрасиво, конечно, засеяли. Но я не знаю, он как-то... Вот это, наверное, вот это их автоуправление, оно решило вот так поля рассадить. Может быть, мне нужно было самому тут... Может быть, где-то его можно отключить, чтобы было правнее. Используй чешуйчатый порошок, чтобы ускорить созревание урожая. Ну, я понял. Это вот это, да? Я так понимаю, это пока что, типа... Для нубов дадут, потому что они хотят, чтобы мой прогресс игровой сейчас шел быстро. А то многие игроки на этом и бросили бы игру, если бы им сказали, а теперь подождите 20 минут, пока урожай вырастет. Но потом когда-нибудь придется ждать 20 минут, а то и по полдня, пока какие-нибудь там культуры вырастут, а то и несколько дней. Ха-ха-ха. Так, ладно, что теперь нужно? Теперь нужно взять, наверное, что-то и собрать. Длительное нажатие кнопки действия сбора чеснока. Вот, я просто зажал, и он тут сам бегает и собирает. Ага, ну нет, вот надо куда-то встать, чтобы он начал бегать и собирать. Так, а что-то телефон тут заказ. А, я могу какой-то заказ по чесноку выполнить, да? Ну, я смотрю, тут награды, в принципе, одинаковые. Давайте я, допустим, вот это им пошлю. А вот это смогу сразу выполнить? Мне хватит или нет? Дали денег, дали опыта, дали какой-то кусок мыла. Или я не знаю, что это такое. Ну ладно, давайте я сейчас все вот это остальное тоже соберу. А теперь продолжаем с бэк-вокалом. Они хотят, чтобы я еще 20 мин посадил. Так, а у меня... А, у меня вот 20 есть. Ну и сажай. Он типа сам ходит. А, кстати, я в прошлый раз, мне кажется, я их вырастил, да? Вырастил. А, я еще вот эти не собрал. Ну-ка, собери и тут же засаживай. Мне кажется, я в прошлый раз их собрал, но даже не поливал. Вы можете переключать инструменты в панели быстрого доступа. Ну окей, поливай. Наверное, знаете, у меня еще такое ощущение. Скорее всего, потом все-таки будет, да, какая-нибудь, наверное, система автополива. Более прокачанная лейка. Ну, я думаю, все как всегда. Чтобы поливать не по одному кусту, а там сразу целыми полями. Мне и вообще не нравится, где я сейчас веду хозяйство. Я просто как-то, знаете, как будто на проходной дороге тут стою. Местным жителям мешаю своим полями. Ага, вот она, кошка-девочка пришла. Хоу-хоу-хоу, I hurried here from my grocery after knowing that you're not leaving. Короче, она торопилась из своей лавки, да, или что, в grocery. После того, как узнала, что я все-таки не уезжаю. Малыш, I see that you have earned some coins. Короче, я вижу, что ты заработал немножко монет. Выполняя заказы доставки. Позволь мне научить тебя, как украшать свое хозяйство. И сделать, короче, свою ферму прекрасной, красивой. Вы можете покупать декорации. Ну и что здесь? Открыть магазин украшений. Это что такое? Бумажный фонарь? Это, по-вашему, красиво? По-моему, это просто какая-то убогая штучка, которую я не стал бы на свою ферму ставить. Ну окей. Она хочет, чтобы я сразу два фонаря купил за 700 монет. Я первые деньги заработал. Я, знаете, мне кажется, это самое... Ну как бы я только начал фермерским делом заниматься. Мне бы сейчас технику какую-то купить, новые семена, там, я не знаю, удобрения. Два фонаря поставь, и дело попрет в гору. Ты сам не поверишь, насколько тебе приятно будет работать, если у тебя будет два фонаря. Я не знаю, я так это вижу, как бесполезные траты. Но давайте один фонарь будет там, допустим, а другой фонарь будет... А, погодите, а как его повернуть? А, вот. А, знаете, как можно? Ну как бы, если один... Блин, здесь даже негде красиво два фонаря... А, ну ладно, вот так вот. Один фонарь будет здесь. И вот этот фонарь можно мне... Как бы... Как его взять? Вот. И, пожалуйста, вот сюда и поверните. Ну как бы я хотел их повернуть, друг, но все равно некрасиво. А если вот здесь? Вот. Вот сюда можно? Ну ладно, пускай пока что это будет вот так два фонаря. Окей, что еще? Мы можем как-то выйти, да, теперь из этого режима украшения фермы? Или куда я сейчас вышел? Сейчас скажут, что вы вышли в главное меню. Так, окей, у нас тут какие-то награды светятся. Выполнить любые четыре заказа. Это, короче, у нас есть задание первого дня. Вот что они хотят, чтобы мы сделали в первый день игры? Выполнили четыре заказа. Собрали 20 единиц урожая. А разве я не собрал? Уже. Получить деньги за 20 проданных. Это мы сделали. Потом еще там за 30 проданных культур деньги получить. Какой-то там домик получить простенький. Полтри хаус. Я не знаю, что такое полтри. Хотя звучит знакомо. Ну, в общем, и отправить какой-то подарок НПС. Я не знаю, можно я тебе что-нибудь отправлю? И у нас будут отношения, и мы заведем свою собственную кошка-девочку. Я надеюсь, игру это предусмотрено. Приобретите два бумажных. Вот это задание тоже выполнено. Можем взять награду. Кстати, а что это такое? Это какой-то призрачный коробка, скажем. Которую лисица попросила вас доставить Дэвиду. Блин, я думал, это подарок мне. Она такая, молодец, ты справился. Доставь коробку Дэвиду. С помощью карты, возможно... Ну, короче, с помощью карты можно автоматически находить задание. Задание квестов. Окей. Типа, выходим на карту. Так. Квест доставки. И что? И мы жмем, он сам пойдет куда надо. Прикольно. Прикольно. А вот это что такое? Ну-ка, можно я сюда подойду? Нет? Ладно. Тогда обратно на карту. И вот как меня тебя вернуть? Вот это, да, квест? Вот оно, куда хочешь, чтобы я шел? Слушай, а тут довольно большая карта, да, так-то? Так что это хорошо, что здесь эти автомаршруты, иначе можно было бы заблудиться поначалу. Дэвид Хэнкс. Так, это, короче, наша кузница. Да, блин, ребята, это реально Стар Дью Волли. Просто маленько другой. Если, как бы, Стар Дью Волли контент уже прохаван от и до, и вы любите эту тябу ферб, да? Фух, я прочистил свой нос. А то я уже чувствую, как я все скатываюсь в среднестатистического уличного гопника. Я, кстати, не знаю, в чем прикол этой субкультуры. То есть, они, мне кажется, все говорят нормально, но потом, когда вступают на эту дорожку, знаете, там, типа, и начинают говорить вот так, как будто у них какой-то хронический гайморит и насморк. Ну, в целом, ребята, вот как бы, я думаю, здесь можно остановиться. Да, я представляю, что сейчас мы побоем у кузнеца, потом там сходим в какой-нибудь местный магазинчик, познакомимся с местными жителями. Но это прямо вот Стар Дью Волли и Стар Дью Волли. Наверняка здесь куча отличий. То есть, не скажут, что там, как-то так нельзя там сравнивать эти две игры или еще что-то. Но очень все похоже, да? Может быть, там, где-то местами хуже, где-то местами какие-то есть вещи получше. В общем, для тех, кто и в Стар Дью Волли играет, ему нравится, но надоело, можно вот как бы разнообразить свой фермерский контент здесь. А я думаю, мы на этом, друзья, закончим. С вами был 111. Огромное спасибо за просмотр, а также огромное спасибо моим бустерам. Это вот эти вот ребята. Большое вам спасибо за поддержку. Вы тоже можете записаться в ряды моих бустеров по ссылочке в описании. И в конце концов, нужно же мне откуда-то брать вот эти вот ники, которые будут всплывать в конце каждого ролика на Ютюбе, а также в конце моих стримов. Ну а на этом у меня все. Огромное спасибо за просмотр. И до новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Спасибо! 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 Спасибо!